Сменить поликлинику может каждый желающий. Для этого нужен паспорт, снился, полис. Заявление дадут в регистратуре медицинского учреждения, где вы теперь хотите лечиться. Посещать предыдущие не нужно. Данные вашей карточки, оригиналу или заверенную копию перенаправят самостоятельно. Процедура занимает три дня. Например, в прошлом году у нас написало заявление, соответственно, прикрепилось к нам в поликлинике более 2000 человек. Ежедневно пишет от 10 до 15 человек, иногда и больше, заявление к нам на прикрепление. Сменить поликлинику можно один раз в год, а также при переезде. Причины разные. Например, желание лечиться не по месту прописки, а по фактическому месту жительства или ближе к работе, чтобы избежать пробок. Также одной из причин становится лучшее оснащение или любимый врач. Женщина имеет право выбрать поликлинику и выбрать любую понравившую ей женскую консультацию. То есть прикрепление, допустим, к поликлинике и одновременно к женской консультации этой поликлинике не требуется. При переходе к новому терапевту вас попросят предоставить выписку по прививкам. Это нужно для того, чтобы врач знал об особенностях вашего организма. Также вы можете попросить выписку из амбулаторной карты с указанием всех диагнозов и поводов обращения к врачу. Выписка о прививках берется в своей поликлинике у своего бывшего участкового доктора. Справка выдается при обращении. Если вам нужна выписка, то выписка готовится в течение 3-5 рабочих дней. Стоит отметить, что с вызовом врача на дом проблем тоже не возникнет. Например, если вы живете в Дашково-Песочне, а прикреплены к поликлинике в Московском районе, то к вам просто придет специалист не из вашей, а из ближайшей больницы. При этом вызов осуществляется как обычно. Человек может обратиться вызвать врача на дом, либо же он может обратиться в поликлинику по прикреплению, и уже администратор этого лечебного учреждения звонит в нашу поликлинику и осуществляет вызов врача на дом. Перераспределением больных занимаются сотрудники поликлиник. Стоит отметить, что отказать в переводе могут в единственном случае, если все врачи поликлиник уже максимально загружены. Однако на практике это практически не встречается.